Вечер добрый о городских событиях в программе Вести Магнитогорск. Студия Анастасия Ишменева сегодня в выпуске. Демографический пункт заставляет расширять помещение. После ремонта в Магнитогорске открылся дневной стационар у дома номер один. Подарить детям сказку за плати алименты магнитогорские приставы выходят в рейд по злостным неплательщикам. На валете посреди зимы древнерусские традиции вспомнили при открытии ледового городка на центральной площади. Погода сегодня стала основной темой аппаратного совещания главы города. Сильный снегопад продолжается вторые сутки на радость магнитогорской детворе и недовольству автолюбителей. Из-за плохих дорожных условий и множества ДТП затруднено движение. Минувшей ночью в Магнитогорске работало 46 единиц снегоуборочной техники, не считая тракторов и грейдеров частных предприятий. Примерно столько же трудились на дорогах города и в светлое время суток. Городские власти недовольны тем, как очищаются дворы и внутриквартальные проезды, но считают ситуацию контролируемой. Не стояли всю ночь, что работали, было организовано там все как положено. Я считаю, что город не парализован, движение не остановлено, все добрались до работы, трамваи, автобусы ходят. Не так, как хотелось бы, но ситуация. В целом за двое суток в Магнитогорске выпала месячная норма осадков. Теноптики дают неутешительные прогнозы. Снегопад в городе продолжится как минимум сутки. К другим темам. Сегодня после ремонта открылся дневной стационар первого роддома. Помещение на улице Тевосяна не только обновили, но и расширили, что позволит принимать больше пациентов. В месяц дневной стационар смогут посетить до 500 жительниц Рженикидзовского района. В обновленном здании побывала и наша съемочная группа. Анастасия Талипова ждет второго ребенка. Первую беременность переносило тяжело. Врачи направили ее в роддом на сохранение. Здесь гораздо удобнее, чем в роддоме лежать на сохранении. Так как здесь и комфорт, и обслуживание, и все-таки роддом поменьше разгружаться. Так что здесь гораздо удобнее и лучше. За 9 месяцев у каждой беременной берут 40-50 анализов. Лаборатория нового стационара оснащена по последнему слову. Медицинская техника вполне может конкурировать с аналогичными зарубежными центрами. Только на приобретение лабораторного оборудования было выделено более 3 миллионов рублей. Мы на этом оборудовании практически обследуем женщину полностью, начиная от банального общего анализа крови и заканчивая всем гормональным статусом и онкомаркерами. То есть беременная женщина обследуется все гормоны в организме. В южных районах города практически нет медицинских центров для беременных. К открытию этого стационара подтолкнул и демографический бум в городе. Только за последние 3 года количество новорожденных увеличилось более чем в 5 раз. К спальным районам, в госнаселенном районах города сегодня приближена вот эта услуга дневного стационара, дневного пребывания беременных женщин. Это, во-первых, удобство. Если раньше кто проживает в этих южных районах, должен был ехать или на площадь Горького, или на левый берег, то понимаешь, что теперь-то рядом, это в достаточном проезжем месте, где есть и транспорт. В дневном стационаре 30 коек. Каждая женщина находится на обследовании не более 10 дней. Большинство из них живут в двух шагах от центра, а небольшая пешая прогулка утром и вечером никому не повредит. Андрей Подольский, Антон Грабарев, Вести Магнитогорск. Магнитогорцев, которые перестали выплачивать алименты, стало в два раза больше. За год судебным приставом только правобережного района поступило 2000 заявлений о взыскании обязательных платежей. Сейчас в городе проходит акция «Подари сказку детям за платье алименты». В предновогодний, но не праздничный рейд отправился и наш корреспондент. О безопасности здесь думают в последнюю очередь. Квартира открыта, соседи недоуменно поджимают плечами. Владельца не видели несколько дней. Дочь в детском доме без алиментов обходится несколько лет. Дом Наиля Сыбаева также круглосуточно открыт для гостей. Сам хозяин на работе. Но выплачивать деньги не торопится. На амбарный замок сердце Наиль закрыл от четверых детей. Знаете, что он обязан выплачивать алименты, да? Да, алименты выплачивает. А почему жену ее не транжирит? Ребенок в детском доме по закону должен получать деньги с двух сторон. И от отца, и от матери. В реальности, освобожденные от родительских обязанностей, горожане забывают про собственных детей. 70 воспитанников третьего детского дома, у 55 есть как минимум один родитель. Действительно получают алименты меньше половины. Домой в гости Екатерина Машинская ходит сама. В детском доме девочка 8 лет. По собственной воле мама не пришла ни разу. Я даже не знаю, чем она занимается. В принципе, я как приезжаю, все одно и то же у нее. Дома не убрано, там вот так вот, не ремонт. А как она и обещает делать ремонт, она не делает его. Родители для них это святое, какие бы они ни были. Дети всегда ждут своих родителей. Всегда ждут. В пробережном районе города полторы тысячи злостных неплательщиков. Их не пугает ни уголовная ответственность, ни арест имущества. Забирать нечего. Владимир Филипсонов помогает дочери только морально. На работу устроиться не может. Инвалидность. Решил открыть собственный бизнес. Да обою буду заниматься. Ну, там клюшки-то я умею делать. Во-первых, налогом меньше облагается. Через городскую думу проведем. Пацаны помогут мне. Мы им даем направление для трудоустройства в Центр занятости. У нас есть соглашение о трудоустройстве. Их уже берут, ставят на учет. Но по факту магицы этой возможности пользуются? Нет, единицы. Единицы идут, обращаются. Потому что это не является принудительным. Две тысячи детей в Магнитогорске ждут праздничной сказки. Акция судебных приставов продлится до конца декабря. А вот чудеса, как пообещали горе родители, обязательно произойдут в новом году. Елена Астайна, Антон Грабарев, Вести Магнитогорск. В эфире Вести Магнитогорск. Продолжаем программу. Сегодня 20 лет со дня основания МЧС России в городской администрации. В честь юбилея наградили лучших спасателей почетными грамотами, медалями, нагрузными знаками, а также новыми погонами. Отмечен профессионализм и оперативность огнеборцев, водителей МЧС и спасателей на воде. Всех тех, кто рискует своей жизнью ради спасения чужой. Спасателю при приеме на работу сразу же предъявляются требования, что помимо своего веса он должен будет суметь вынести вес пострадавшего. Не важно, кто это будет, ребенок или взрослый мужчина. Поэтому это люди заряженные на экстрим и на спасение. Сами же герои считают то, что называется подвигом. Для них работа – это ежедневные тренировки для поддержания готовности номер один. Напомним, юзноуральская сборная заняла первое место в спартакиазе МЧС России. Также сегодня поздравили детей победителей творческих конкурсов, посвященных спасательной службе. В Магнитогорске впервые прошла губернаторская елка. На ней побывали 450 детей из города и близлежащих районов, которыми сдаются социальные поддержки. Наш город стал одним из четырех мест в области, где прошли праздничные мероприятия. Раньше губернаторскую елку проводили только в Челябинске. Правда, вживую Михаила Юревича дети не увидели, но посмотрели в видеозаписи. Желаю вам радости, веселья и много полезных дел в новом году. Кроме того, актеры драматического театра имени Пушкина показали детям новогодний спектакль. Не обошлось и без традиционного хоровода вокруг зеленой красавицы. Как признались сами участники губернаторской елки, к празднику они готовились заранее. Мне этот костюм делала мама, это мушкетер. Мне на этом празднике очень нравится, тут весело, всякие конкурсы. Среди мальчишек самыми популярными также были костюмы суперменов и пиратов. Девчонки отдавали предпочтение традиционным снежинкам. Магнитогорцы отметили новолетие. Под таким названием прошел праздник в честь открытия центрального ледового городка на площади народных гуляний. В первый же день зимнюю сказку посетили около тысячи человек. С места события наш следующий материал. Новолетие так в Древней Руси именовали наступление нового календарного года. В Магнитогорске решили вспомнить эту традицию. Старый год провожали весело и активно, с народными забавами и молодецкими играми. На детской площадке состязания на силу и выносливость с мальчишками проводили инструкторы школы русского боевого искусства. В конечном итоге мы получаем такое развлечение для души, для тела, где человек может и себя показать, и на других посмотреть. А взрослые с удовольствием следили за работой мастеров, принимавших участие в конкурсе ледяных фигур. За несколько часов им предстояло превратить кузок льда в маленький шедевр. Творческий тандем преподавателей из Магу для своей работы выбрал сказочную тему. Чтобы было некое ощущение чуда, мы решили крылатого человека со звездой, может быть, какой-то вырезать. Ну, чтобы ощущение праздника у людей было. В этом году в ледовом городке, как и прежде, масса развлечений. Горки, лабиринты и другие сооружения из-за льда и снега. Вход в зимнюю сказку напоминает ворота средневекового замка. И даже погода в день открытия оказалась на стороне детей. Чем больше снега, тем интереснее. Вот смотрите, насколько дети активные. Сегодня я, по крайней мере, услышал три. Значит, услышал маленький мальчик и рассказал стихотворение. Более взрослые две девочки спели песню. Один мальчик даже на английском языке что-то рассказал про Новый год. Это говорит о том, что мы умеем провожать Старый год и умеем встречать Новый год. У тех, кто еще не бывал в ледовом городке, впереди все каникулы. Зимняя сказка простоит на центральной городской площади до конца января. Виталий Березин, Антон Грабарев, Вести Магнитогорск. Рауфу Валееву и Роману Козлову призвоено звание «Заслуженные тренеры России». Их воспитанники не раз становились чемпионами России, призерами Европы и Сурдоолимпийских игр. Новости спорта продолжат программу. Нижнеканцы «Металлург» в этом сезоне обидели больше других. Разгромили уральцев у себя дома со счетом 8-1. Хоккеисты-магнитки возможность вернуть должок ждали почти месяц. С особым настроем шли на матчи болельщики. «Ничего себе, 8-1 проиграть так в гостях. Надо, конечно, сегодня выиграть. Победа и победа, и только победа должна «Металлург». Больше ничего. Так что будем болеть ногами, руками, там не знаю чем еще». Карри Хекеля на ворота вновь поставил Илью Проскурякова. И словно дежавю, он за первый отрезок опять пропустил две шайбы. Но от соблазна поменять голкипера Финн отказался. А началось все в середине периода. Магнитогорцы остались в меньшинстве и гости раскатали Проскурякова. Хозяева через три минуты ответили красиво, а Алтанин бросил сходу после передачи Кантиолы. Но ничейный счет удержать до перерыва не получилось. Илья Проскуряков то ли не видел момент броска Максима Пестушка, то ли хватка подвела. И нефтехимик вновь оказался впереди. «Я доволен игрой своей команды. Ребята выполняли установку, играли хорошо, работали, выигрывали еще по ходу матча. К сожалению, удаление от нашего молодого игрока. Когда четыре минуты было, немножко мы не доиграли. В начале второго периода гости грязно сыграли против вернувшегося состав магнитогорцев Дениса Абдулина. И на четыре минуты остались в меньшинстве. У Металлурга на двухминутный отдых вынужден был отправиться Денис Платонов. Просторов площадки Евгению Варламову хватило и на пируэты, и на гол, и на падения. Первый тренер меня кататься хорошо не научил, поэтому так оно и есть. Слава Богу, что забил. Все же надеется, все к лучшему. Первую половину третьего периода болельщики гадали, кому удастся забить. Вторую держит ли Металлург счет, который сотворили хорошо понимающие друг друга низко лечествов. Повезло у магнитки 3-2. Благодарность трибунам новогодние сувениры от Тома Ширалинека. У магнитогорских католиков рождественские каникулы уже в разгаре. У нас было Рождество 24 числа, мы сделали такие маленькие Рождества, семья приехала. Здесь после игры с Екатерином Роком сделали маленькие Рождества. Теперь магнитогорские болельщики ждут матча с Грозным Акбарсом и новогоднего подарка от всей команды. Мария Дронина, Евгений Гродев, Вести, Магнитогорск. Что готовит нам небесная канцелярия, помимо снегопада, узнаем из прогноза погоды. А о новых событиях 20.30 на телеканале Россия. До встречи. Днем минус 9.11. В Магнитогорске обычная погода. Снег местами гололедится ночью до 15 градусов мороза. Днем минус 5, минус 7. Релиаг 4.9. В Магнитогорске обычная погода. Редактор субтитров М.Лосева 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 М. equipped.